Здравствуйте! Это программа «Православный взгляд» и я, Наталья Балконская. Обычно мы в своих выпусках рассказываем самые интересные новости христианского мира. И обязательно продолжим это делать в будущем. Но сегодня наша программа будет посвящена самым ожидаемым событиям 2022 года. Расскажем, что важно не пропустить, о каких вещах стоит задуматься и за какими причинно-следственными цепочками наблюдать. Одним из самых главных событий 2022 года для всего христианского мира может стать встреча предстоятеля Русской Церкви Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска. Темой встречи станет вопрос выживания христиан в мире, который становится все более агрессивным по отношению к ним. И речь идет не только о Ближнем Востоке и Африке, но и Европе. Обсуждать богословские темы главы церквей не планируют. Встреча должна пройти на какой-то нейтральной территории. Напомним, предыдущая встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска прошла в феврале 2016 года в Гаване. Православный мир ожидает и новые встречи в так называемом оманском формате. Напомним, что 26 февраля 2020 года главы поместных православных церквей откликнулись на призыв иерусалимского патриарха Феофила и приехали в столицу Иордании. Встреча глав и представителей поместных церквей стала первым этапом в преодолении раскола православного мира, берущего начало из Украины. Представители церквей обсуждали тогда вопросы сохранения церковного единства, отметили серьезные разногласия между поместными церквями и предупредили об опасности глубокого раскола в православной церкви. Ковидные ограничения не позволили представителям поместных церквей встретиться в прошлом году. Однако диалог для преодоления раскола очень ждут в 2022. Эта встреча интересна не только предметом своего обсуждения, но и составом участников. Кто будет на встрече Аман-2022, увидим совсем скоро. Христиане действительно становятся самой притесняемой в мире религиозной группой. На Ближнем Востоке, во многих странах Африки идет настоящий геноцид христианского населения. Более того, негативная тенденция добралась и до Европы. Даже там участились случаи атак на храмы, осквернений святынь и нападений и даже убийств христианских священников. 340 миллионов христиан по всему миру подвергаются преследованию, угрозам или реальным проявлениям насилия. Этот показатель вырос почти на 100 миллионов за два года. Таковы данные глобального индекса гонений на христиан от исследовательской ассоциации Open Doors. По мнению некоторых социологов, именно с этим связано резкое уменьшение числа христиан по всему миру и даже в Европе. Есть данные, что с 2015 по 2020 годы число христиан в странах Европы уменьшилось больше, чем на 8 миллионов человек. На этом фоне все заметнее тренд на резкое увеличение числа мусульман. Согласно примерным оценкам, к 2060 году ислам станет самой популярной религией мира и обгонит христианство на 32%. Предпосылки для этого есть. Жители некоторых стран Европы считают, что мусульмане уже вытесняют христиан. Например, об этом заявили 60% опрошенных французов. Будут ли остановлены масштабные гонения на христиан и как будет развиваться миграционная политика в Европе? Увидим в 2022 году. Стремительно меняющийся мир в эпоху цифровых технологий меняет не только привычный уклад жизни, но и ценности людей. Разрыв поколений и низвержение семейных ценностей как основы выживания. Переживать сейчас все страны с так называемой развитой экономикой. Институты церкви, казалось бы, должны были быть на страже семьи и детей, но ни в католической, ни в протестантской церкви ясного и определенного ответа относительно многих спорных вопросов западного общества не дается. Если же католические или протестантские христиане под давлением общества начнут озвучивать вполне конкретную, разрешательную риторику в отношении, например, однополых браков или абортов, то чем это грозит остальным христианам? Какой ответ дадут православные церкви? Если некоторым кажется, что такое условно-публичное изменение ценностей нас не коснется, то вынуждены сказать, что это коснется всех, потому что между изменением ценностей и видимыми социальными изменениями временной разрыв всего в каких-то 30-40 лет. Показательный пример отношения к гомосексуализму. В 1960-х годах в США и многих западных странах гомосексуальность не приветствовалась, а первой страной, легализовавшей однополые браки, стали Нидерланды в 2001 году. Изменяются ценности, изменяются и правила. Новое поколение, выросшее по новым правилам, это и есть драйвер исторических изменений. В последние годы число христиан среди молодежи по всему миру резко снижается. Исследование Британского католического университета Святой Марии поражает. Например, в Европе большая часть молодежи от 16 до 29 лет считают себя нерелигиозными. В одной Чехии этот показатель составляет 91%, в Швеции и Нидерландов около 80%, а в Великобритании 70%. В Русской церкви также с тревогой воспринимают отход молодежи от церкви. Выступая в конце декабря на собрании Московской епархии, патриарх Кирилл рассказал, что, цитирую, «С болью в сердце мы наблюдаем охлаждение веры или даже уход подростка за церковную ограду, несмотря на предшествующий положительный церковный опыт». Патриарх считает закономерным и обоснованным стремление взрослеющих молодых людей к свободе в своих действиях, к самостоятельности в принятии решений и требованию подростков уважительного отношения к себе. Он призвал духовенство при общении с подростками почаще вспоминать себя в этом возрасте. Давайте наблюдать вместе, что ждет христианский мир в будущем, если сегодня молодежь никак не идентифицирует себя с верой. А на сегодня это все. От лица редакции поздравляем вас с Рождеством. Берегите себя и других.